Пожар, произошедший сегодня ранним утром на территории нашего района, уже получил широкий резонанс. В станице Пшекской сгорела церковь. С места событий репортаж нашей съёмочной группы. Сообщение о пожаре в храме Рождества Пресвятой Богородицы сегодня поступило в 5 часов 21 минуту. Через 12 минут первые два отделения 27-й пожарной части прибыли на место возгорания. К этому времени здание церкви площадью около 170 квадратных метров, состоящее из деревянных конструкций, было полностью охвачено огнём. Работу пожарных осложняло и то обстоятельство, что вблизи нет ни одного пожарного гидранта. Поэтому в срочном порядке был организован подвоз воды, привлечены дополнительные силы из ближайших подразделений. К тушению данного пожара были привлечены персонал, который работал на данном объекте, а также небессердечные жители станицы Пшевска и казачества. Внутри большая часть здания выгорела, но пожарные смогли спасти часть церковной утвари. Наверное, только один Господь Бог знает, что произошло и как это было, и по какой причине. Ну а мы пока вот в догадках теряемся. Конечно, и печально, и горько. Храм, наверное, где-то с 1864-го, или где-то вот так вот, в этого года постройки. И с такого материала сделан, что сейчас такого материала и не найти, и не сделать, наверное. Ну, тем не менее, богослужение-то продолжаться будет в любом случае. Восстановлению это здание не подлежит, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что новый храм в станице Пшевской строить будут. Всем придется работать над этим. Казаки тут вот уже так пылают сердцами, что наши предки могли сделать храм. Ну, а вроде как бы, а мы что, не можем, что ли? Поэтому тут, я думаю, что подключат все возможные там резервы, изыщут. Ну, и, наверное, все-таки это возьмутся за восстановление. Спасибо большое. Во славу Боже. Сегодня о причинах пожара говорить рано. Кто-то связывает это событие с постоянными распрями и громкими конфликтами, которые происходят в последнее время в станице Пшевской. Кто-то выдвигает версию возникновения пожара из-за старой электропроводки. Из Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю выехали специалисты испытательно-пожарной лаборатории, которые займутся установлением причины возникновения пожара. К 7 часам утра пожар был полностью ликвидирован. Пожарные приступили к проливке и разборке строительных конструкций. А православные станичники задумались о том, как жить дальше. Наталья Пугачева, Александр Чернышенко. События и люди.